Уважаемые коллеги, действительно, крайне интересная тема, которая заставляет нас решать довольно сложные задачи, потому что есть вещи, которые, наверное, чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, тем больше у нас остается темных пятен, тем не менее. Я нашла достаточно интересный анализ медицинского университета ТАВТО, который был проанализирован по данным 2005-2008 года. Они проанализировали 11 миллионов карт пациентов, которые проходили лечение той или иной патологии в условиях данного университета. И 115 тысяч пациентов – это были пациенты онкологического профиля с верифицированным онкологическим диагнозом. И если посмотреть количество пациентов, у которых была зарегистрирована лихорадка, это было практически 7 тысяч человек. И если есть вещи, которые для нас абсолютно понятны и очевидны, это, например, лихорадка на фоне нейтропении, то были пациенты, у которых была лихорадка, абсолютно неизвестные теологии. И именно этот вопрос побуждает нас, собственно, все чаще и чаще возвращаться именно к этим позициям, потому что бывают ситуации, когда даже в обычной клинической практике мы не понимаем, почему у нашего пациента имеется повышение температуры тела, которое мы не можем купировать никакими известными стандартными способами. Что же такое лихорадка? Является ли лихорадка просто повышением температуры тела? Конечно же, нет. И мы это все прекрасно знаем. Нет, это ни в коем случае никакие цифры, которые мы видим на градуснике. Это даже не защитно-приспособительный механизм, который возникает на действие патогенных разложителей. Это специфическая способность организма, типовой патологический процесс, который характеризуется временным повышением температуры тела пациента за счет вот той самой динамической перестройки системы терморегуляции за счет воздействия пирогена. И, наверное, все это было бы неплохо в теории, но хотелось бы понять, как это можно диагностировать на практике, как можно понять суть процесса и, самое главное, можно ли это предупреждать и можно ли это каким-то образом лечить. Мы все прекрасно помним из институтской программы механизмы и фазы развития лихорадки. Это фаза подъема температуры, фаза относительного стояния и затем фаза снижения температуры, когда происходит в определенной последовательности смена теплопродукции и теплоотдачи. И все, конечно же, зависит от того, в какой фазе мы нашего пациента смогли в этой ситуации диагностировать. Мы, наверное, таким образом и будем поступать. Но первое, что мы пытаемся выяснить в отношении лихорадки, это вот ту самую причину. В отношении пациентов онкологического профиля, тех пациентов, которые имеют злокачественное новообразование, конечно же, этиология лихорадки является достаточно сложным процессом. Это полиэтиологичное состояние. Безусловно, мы все знаем об опухолевых цитокинах. Именно они запускают вот ту самую реакцию, которая является, наверное, первой и вызывает значительное количество симптомов. Конечно, мы прекрасно понимаем, что многие опухоли могут содержать в своем составе и некроз, и воспалительные компоненты. Это может быть лихорадка центрального генеза у онкологических пациентов, это может быть обструкция каких-либо полых структур, могут быть венозные тромбозы и тромбофлебиты, и, конечно же, различные аллергические реакции или десинкразия к лекарственным средствам, которые тоже могут проявляться именно повышением температуры тела и лихорадкой. Касаемо цитокинового синдрома, здесь все достаточно понятно. Это достаточно широко изученный процесс, наверное, все еще не до конца, но мы хорошо о нем знаем, мы знаем маркеры, мы знаем о возможности исследовать провоспалительные цитокины, и, возможно, это тот путь, который нам позволит на ранних этапах заподозрить у пациента возможность развития лихорадки на фоне развития онкологического заболевания, либо на фоне лечения. Но этого на сегодняшний момент, вот этого нашего знания тоже, к сожалению, оказывается недостаточно. Что еще мы знаем? Мы знаем, что практически в 100% случаев любое злокачественное образование сопровождается инфекционными факторами, которые тоже на сегодняшний момент хорошо известны, и те хронические инфекции, которые есть у наших пациентов помимо злокачественного образования, они, к сожалению, являются источниками развития той же самой лихорадки, инфекционного характера, и, конечно же, вызывают достаточно неприятные последствия. Иногда для того, чтобы понять, откуда взялись подобные проблемы, нам необходимо выполнить достаточно сложные диагностические тесты. Но самое главное, что любая лихорадка, инфекционная или неинфекционная, она значительно ухудшает прогноз течения заболевания, онкологического заболевания, осложняет возможность использования современных методов терапии и приводит к высокой летальности пациентов, у которых это состояние, к сожалению, не удается оккупировать. Мы сегодня по данным клинических осмотров, по данным рентгенологических методов исследования уже достаточно хорошо можем заподозрить наличие вот того самого воспалительного компонента в опухоли. И, конечно, при применении специализированных методов лечения, в том числе и противоопухолевой терапии, мы достаточно неплохо с этим можем справляться. Но у нас есть приблизительно 15-20% пациентов, у которых возникает лихорадка абсолютно неясного для нас происхождения. Давайте немножко углубимся в историю. Впервые этот вопрос был поднят в 1961 году и двумя учеными, Петерсфордом и Бисоном, которые, собственно, это состояние описали. И описали они это состояние следующим образом. Это повышение температуры тела пациента выше 38 градусов Цельсия и выше, с длительностью лихорадки не менее трех недель и с абсолютно неясным генезом этого состояния. Причем генез данного состояния должен был выяснен быть в обязательном порядке при стационарном и, возможно, в последующем амбулаторном обследовании. То есть это длительное повышение температуры тела с достаточно высоким компонентом показателя, собственно, этой температуры. Данная характеристика данного состояния с течением лет претерпела некоторые изменения некардинальные. В 1991 году Дюрок и Стрит внесли некие дополнения и неясность диагноза ограничили до трех дней стационарного обследования с последующими тремя днями амбулаторных визитов. И выделили четыре формы лихорадки неясного генеза, которая может быть классической, может быть назокомиальной, нейтропенической и ВИЧ-ассоциированной. А в 2003 году к этому определению было добавлено уточнение, что неясность диагноза после стандартного времени необходимого дообследования. То есть время уже не ограничено. Но, к сожалению, это высокая температура длительностью все так же не менее трех недель. Это достаточно тяжелое состояние для пациента, это достаточно тяжелая ситуация для доктора, потому что нам необходимо каждую минуту принимать решение, можем мы лечить нашего пациента или не можем. И еще раз повторюсь, приблизительно в 15-20% случаев у пациентов со злокачественными новообразованиями развивается именно такая классическая лихорадка неясного генеза, которая и была описана, начиная с 1961 года. Конечно, нам нужно выяснять, что же с этой лихорадкой делать, какова у нее истинная природа, каким образом нам лечить нашего пациента от опухолевого заболевания, каким образом нам справляться с этой лихорадкой, которая, безусловно, добавляет крайне нежелательные явления для пациента, который ухудшает не просто общее состояние, а и переносимость терапии. И если посмотреть на многочисленные исследования, которые этому были посвящены, то процент возникновения лихорадки неясного происхождения у пациентов со злокачественными новообразованиями, он, в принципе, по данным ряда авторов достигает аж 30%, достаточно много, поскольку осложнение довольно серьезное. Какие же причины лихорадки неясного генеза в отношении именно злокачественных новообразований? Это достаточно широкий спектр злокачественных поражений, с которыми мы сталкиваемся в нашей клинической практике. Я сейчас не буду затрагивать гематологические состояния, которые, в общем-то, находятся в ведении гематологов. Если мы говорим о солидных опухолях, это, к сожалению, любой метастатический рак, это почечно-клеточный рак, это рак кишки, это поражение печени, это рак поджелудочной железы и саркомы. Эти состояния, к сожалению, могут приводить к развитию лихорадки неясного генеза, с которой нам приходится справляться. И, к сожалению, из всех случаев лихорадки неясной этиологии приблизительно четверть всех пациентов именно так впервые проявляют свое злокачественное новообразование. Это пациенты, у которых рак еще не был диагностирован. Если посмотреть те мета-анализы, которые есть, их немного, но, тем не менее, они присутствуют. Это анализы, которые включают в себя даже несколько пациентов. Вот один из них, наших китайских коллег, который был представлен в 2017 году. Именно за счет наличия лихорадки неясного генеза, повышения температуры выше 38 градусов в течение нескольких недель у пациентки была диагностирована воспалительная миофибростическая опухоль желудка, которая себя никоим образом клинически не проявляла. Единственным проявлением у пациентки была именно лихорадка, которая не могла быть ничем объяснена, кроме как в последующем развитием злокачественного новообразования. Мы понимаем, что у нас есть значительное количество неинфекционных факторов, которые осложняют течение злокачественного новообразования и могут быть просто коморбидным фоном у нашего пациента. И это патологии венозной системы, это различные миокардиты и в прошлом ДВС-синдром при каких-то состояниях, трансфузионные реакции и народные тела, которые есть у наших пациентов, это и протезы суставов, различные стенты. Конечно, хирургические процедуры добавляют неинфекционных факторов возможного развития лихорадки. И те осложнения специализированного лечения, которые мы имеем, это и мукозиты после лекарственного и лучевого лечения, и, собственно, сами лекарственные препараты, которые мы используем в рамках противоопухолевого лечения, могут, к сожалению, вызывать развитие лихорадки, которая будет ассоциирована в том числе и с теми лекарственными противоопухолевыми средствами, которые мы используем. Мы, конечно же, должны во всем искать не только плохое, но и хорошее. Лихорадка в ряде случаев может являться фактором прогноза течения заболевания и предиктором ответа на терапию. И если проанализировать данные литературы, в одном из анализов, в котором были проанализированы более 800 источников, было убедительно показано, что те пациенты, у которых после хирургического удаления злокачественного новообразования различных локализаций развивалась лихорадка, они обладали лучшими показателями выживаемости или у них были зарегистрированы спонтанные регрессии отдаленных очагов на фоне лихорадки. Поэтому, в общем-то, лихорадка – это не всегда плохо, наверное, и об этом свидетельствуют данные некоторых российских исследований. Вот небольшой анализ наших новосибирских коллег, где исследовали 40 пациентов с инвазивной протоковой карциномой молочной железы, у 25 пациенток не были зарегистрированы метастазы регионарные лимфатические, у 15 пациентов были метастазы, и у них были исследованы провоспалительные факторы, которые, в общем-то, коррелировали с показателями выживаемости. При наличии воспаления показатели выживаемости у пациенток были несколько лучше. К сожалению, лихорадка является еще и прогностическим признаком. Как правило, лихорадка свидетельствует о более значительном размере злокачественного новообразования, и этому мы находим подтверждение в своей клинической практике и в результатах исследований, которые представлены в литературе. Опять же, они немногочисленные, но, тем не менее, они есть. Вот одно из исследований наших тайландских коллег, которые показали значительную зависимость размера опухоли. У тех пациентов, которым проводилась химиоэмболизация печеночной артерии по поводу гептоцеллюлярного рака, развитие лихорадки было ассоциировано именно с большим размером опухоли. И, к сожалению, длительность вот этой вот самой лихорадки, оно также коррелировало и с ухудшением показателей крови, в том числе и печеночных ферментов, и, к сожалению, с необходимостью снижения дозы лекарственной терапии, которая используется при химиоэмболизации. Лихорадка неясного генеза может быть косвенным признаком так называемых горячих опухолей. Это тоже неплохая ситуация. Это ситуация, в которой мы можем надеяться на успех ингибиторов контрольных точек иммунного ответа именно за счет инфильтрации опухоли в этими самыми активными CD8 опухолеинфильтрирующими лимфоцитами. Конечно, лихорадка – это всегда нежелательное явление. И если это является специфическим проявлением противоопухолевой терапии, то здесь у нас возникает вопрос о необходимости коррекции дозы этой терапии. И коррекция дозы может, конечно же, приводить к снижению эффекта противоопухолевой терапии, на которую мы так надеемся. Одна из сложных опухолей – меланома. Мы знаем стандартную комбинацию таргетных препаратов, убрав мутированные меланомы. И, к сожалению, одним из патогономичных проявлений здесь является пероксия и озноб, которые при комбинированной терапии техноларом и микенистом, к сожалению, усиливаются в разы. И это является показанием для коррекции доз препаратов более чем у 20% пациентов и отмене препарата, что, безусловно, снижает эффективность лечения. И об этом говорят многочисленные исследования. Причем даже если мы доброфениб с траметенибом отменяем, то лихорадка может не купироваться еще длительное время и поддерживается за счет каких-то внутренних механизмов, которые есть в организме. У нас сейчас есть значительное количество в нашем арсенале, как клинических онкологов, и значительное количество ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. И, наверное, ожидаемо, что эти препараты могут приводить к развитию лихорадки, как связанные с лекарственным препаратом, так и лихорадки неясной этиологии. И вот один из интересных метаанализов, который проанализировал значительное количество исследований, в окончательный анализ которых прошло только 27 исследований, включающих терапию ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Так вот, по результатам этого метаанализа, на наше счастье, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа не анти-ПД1, не анти-ПДЛ1 не увеличивают частоту развития лихорадки неясной этиологии у пациентов, которые получают эту терапию. Только в сравнении с химиотерапией есть некоторое преимущество по данному показателю, но, к сожалению, в отрицательную сторону, у препаратов анти-ПДЛ1 и особенного комбинации анти-ПД1 и анти-СЛА4. И самое главное, о чем хотелось бы сегодня поговорить, это, конечно, те алгоритмы диагностики и вытекающие из них алгоритмы лечения, которые на сегодняшний момент так важны. Мы не знаем, с чем связана эта лихорадка. У нас есть пациент, у которого высокая температура, длительный период времени, и мы, к сожалению, не очень понимаем, что с этим сделать, как нам пациента обследовать. Конечно, на первом этапе мы нашего пациента осматриваем, выясняем жалобы, выясняем анамность заболевания, проводим стандартные клинические тесты, проводим рентгенологическое исследование грудной клетки и пытаемся выяснить, есть ли у нашего пациента какие-то коморбидные состояния или какие-то очаги воспаления, которые могут вызвать эту лихорадку. Если подобного макроскопически и клинически мы не выявили, то в одной из работ, которая была достаточно недавно опубликована, было предложено использовать напроксеновый тест, который является достаточно хорошо специфичным для дифференциальной диагностики лихорадки неясного генеза от лихорадки инфекционного характера, который будет связан именно с бактериальным компонентом. В чем заключается суть напроксенового теста? Его впервые вот так вот в литературе, прошу прощения, в 1984 году предложил Ченг, и суть этого теста заключалась в том, что нестроенное противовоспалительное средство, напроксен, давали пациентам, у которых была лихорадка подозрительная на лихорадку неясного происхождения, по 250 мг внутрь, каждые 12 часов, не более 7 дней. Средний интервал получения данного препарата был все-таки 2 дня, и те пациенты, у которых лихорадка была инфекционно-зависимая, связанная с бактериальным компонентом, она не купировалась на фоне приема на проксен. Те пациенты, у которых была истинная классическая лихорадка неясного происхождения, в течение 2 дней показывали значительное снижение температуры тела на фоне приема на проксена. Это вот такой диагностический признак, который позволяет нам попытаться отделить одно от другого. И, в принципе, в среднем при лихорадке неясного происхождения температура тела снижается в течение 24 часов. Бывают ситуации, когда мы провели все обследования, у нас на проксеновый тест положительный, то есть у нас есть лихорадка неясной этиологии, нам нужно понимать, откуда эта лихорадка происходит. У пациента обследованы органы центральной нервной системы, у него нет лихорадки центрального генеза. И вторую часть алгоритма этого обследования авторами предложено использовать ПЭТ-КТ с 18-тордезоксиглюкозой, которая для данной когорты пациентов именно с лихорадкой неясного происхождения является достаточно высоко чувствительным тестом. В 2014 году нашими израильскими коллегами было представлено исследование, в котором ПЭТ-КТ с 18-тордезоксиглюкозой использовалось именно для диагностики лихорадки неясного генеза после проведения всех специфических клинических и лабораторных тестов. Было обследовано 112 пациентов, у которых отсутствовал какой-либо воспалительный очаг клинический и рентгенологический и была лихорадка длительностью более чем 3 недели. Пациентам проводили стандартно классическую терапию, и неэффективность этой терапии была зарегистрирована после недели приема, например, нестероидных противовоспалительных средств или антибактериальных препаратов. Этим пациентам было проведено стандартное обследование и дополнительно было произведено позитронно-эмиссионная томография, совозмещенная с КТ с 18-тордезоксиглюкозой. И из 112 пациентов, у которых не было никаких клинических проявлений злокачественных новообразований, у 15-ти эти злокачественные новообразования по ПЭТ-КТ были выявлены. Поэтому на сегодняшний момент, у меня, я прошу прощения, куда-то, наверное, делался слайд, вот я сейчас сюда его верну, алгоритм диагностики, лихорадки неясного происхождения, безусловно, должен быть такой. Клинический осмотр, клиническое обследование, стандартные лабораторные тесты, стандартные рентгенологические обследования при необходимости использования напроксенного теста. Если мы находим очаг воспаления, тогда мы уже разбираемся с ним, если мы не находим очаг воспаления и признаем, что у нашего пациента имеется классическая лихорадка неясного происхождения, то правомерно использовать ПЭТ-КТ для дополнительной диагностики либо наличия каких-либо опухолевых очагов, либо наличия дополнительного злокачественного, прошу прощения, воспалительного процесса в каком-либо органе, потому что ПЭТ-КТ достаточно хорошо выявляет и эти состояния. После того, как мы истинно подтвердили у нашего пациента лихорадку неясного происхождения, наша задача каким-то образом с ней справляться, потому что наши пациенты должны получать не только симптоматическое, но и специализированное лечение. На фоне температуры 38,3 она будет и переноситься плохо, и я боюсь, что стандартные дозы препаратов мы тоже дать нашим пациентам не можем. Поэтому в отношении принципов чуть меньшей профилактики в основном лечения, конечно, мы используем и нестероидные противовоспалительные средства, и селективные ингибиторы циклооксигеназы, и можем использовать в некоторых ситуациях кортикостероидные препараты в том случае, если у нас не происходит какого-либо купирования процесса на фоне нестероидных противовоспалительных средств. И, к сожалению, если у нашего пациента развивается лихорадка неясного происхождения, мы вынуждены будем корректировать дозу лекарственных противовоспалительных препаратов, особенно тех, которые способны вызывать перексию как один из нежелательных явлений терапии. Если мы выявляем у пациента какой-либо инфекционный очаг, то здесь как раз все проще. Мы знаем, что принципы профилактики и лечения инфекционных осложнений достаточно хорошо разработаны. Мы используем антибактериальную терапию, противовирусную, противогрибковую, в некоторых ситуациях хирургические подходы. Здесь у нас вопросов меньше. Но, в общем, алгоритм подбора, в том числе и антибактериальной терапии, а вторичная инфекция в любом случае присоединится к лихорадящему пациенту, мы должны выбирать в зависимости от того, какая длительность периода от момента начала лихорадки и какие этиологические факторы мы все-таки выявили. Если мы не выявили никаких факторов, мы должны проводить специализированное обследование при сохраняющейся температуре через 5 дней после первичного осмотра. Если все-таки мы не нашли источника инфекции, у нас есть необходимость назначения антибактериальной терапии, потому что, еще раз повторюсь, асептическое воспаление все равно присоединится, инфекция все равно присоединится. Мы используем антибиотики широкого спектра действия, сначала в табликтированном виде, потом, к сожалению, в инфузионных формах, но это может также не привести к полному оккупированию анемии, прошу прощения, лихорадки, поскольку генез этой лихорадки нам будет не совсем ясен. И если говорить об общих подходах к выбору алгоритма терапии и лихорадки неясного происхождения, если это симптом злокачественного новообразования, мы в обязательном порядке не должны отказываться от проведения специализированного противоопухолевого лечения, будь то хирургическая, химиотерапевтическая, лекарственная терапия или лучевая терапия. И если мы подтвердили у нашего пациента классическую лихорадку неясного происхождения, то мы начинаем все-таки с нестероидных противовоспалительных средств, в котором эта лихорадка более тропна, чем к антибактериальным препаратам, и на поздних стадиях ее развития при неэффективности НПВС мы можем добавить кортикостероиды или антибактериальную терапию для того, чтобы улучшить состояние нашего пациента. Но вопрос, к сожалению, остается открытым, потому что, как бы там ни было, мы не знаем, откуда развивается эта лихорадка, почему она развивается у данного конкретного пациента. Поэтому сейчас у нас есть не очень многочисленные данные, но я думаю, что поскольку этот вопрос поднимается уже не первый раз и на российских конференциях, и на международных, я думаю, что профилактика, диагностика и лечение лихорадки неясного происхождения именно у онкологических больных возможно когда-нибудь будут посвящены и отдельные клинические рекомендации. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...